Здравствуйте, девушки! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Жанна Санжак, я визажист, работаю уже 23 года визажистом. Очень часто, когда я провожу прямые эфиры, задают такой вопрос, какими средствами для идеального цвета кожи вы пользуетесь? И многие девушки пишут, что это тональный крем, но также многие пишут, что не пользуются тональным кремом, в основном это пундра. Так вот, есть средства, которые позволяют нам создать идеально совершенный тон кожи, и сейчас такое огромное количество этих средств, которые можно подобрать именно с учетом вашей задачи. Чем же все-таки отличаются между собой они, и как выбрать, это будет сухая или кремовая текстура? И кремовая, это всегда ли будет жирный крем, или все-таки сейчас есть такие тональные средства кремовой текстуры, которые могут превратиться в пудру? А есть ли пудра, которая увлажняет? Вот на самом деле здесь можно, конечно же, запутаться, потому что выбор велик, текстуры разнообразные, и давайте я немножечко вас просветлю в этом вопросе. Итак, тональные средства, это то, что делает тон кожи, они есть сухие и есть кремовые. Как выбрать, зависит от того, какие у вас пожелания, это первое пожелание, это имеется в виду ощущение текстуры на коже, то есть именно тактильное восприятие текстуры. Кому-то нравится трикотаж, кому-то нравится шов, кому-то нравится более такая жесткая текстура ткани и так далее. Также и здесь есть текстура пудры, которая создает как будто бы такую легкую вуаль, а есть текстура крема, который на лице дает определенное вот это ощущение влажности, питания и так далее. Поэтому первый критерий, по которым выбирается, это вот ваше тактильное ощущение средства на коже. Второй момент – это состояние кожи. Очень часто тоже мне спрашивают, посоветуйте тональный крем женщинам 60+. Тональный крем не подбирается непосредственно по дате в паспорте, подбирается по состоянию кожи. Кожа может быть сухая и еще при этом шелушится, то есть есть чешуйки. Кожа может быть нормальная, то есть нету никакой сухости, нету жирности, все в порядке. Кожа может быть склонная к жирности, когда постоянно блеск появляется, и мне нужно что-то, что может корректировать этот блеск. Может быть всякие варианты комбинированные. Также может быть проблема, например, мне не нравится, что у меня поры широкие и так далее. Или, когда я наношу тональный крем, такое впечатление, что у меня сразу подчеркиваются морщины. Так вот, есть текстура кожи и есть средства, которые могут эту текстуру кожи, которую у вас на данный момент, изменить в лучшую сторону или в худшую. Поэтому, когда идет речь о том, что у вас тональный крем заметен и подчеркивает морщины, это говорит о том, что вы неправильно подобрали текстуру для своей кожи и, возможно, вы еще нарушили технику нанесения. Можно купить шедевральный тональный крем, и он будет какой-то фантастический, но вы можете результат от этого средства испортить просто, если вы будете наносить его не так, как это нужно. Поэтому тут вот есть вот эти тонкости, о которых нужно разбираться. Итак, первое. Давайте разберем кожу, склонная к сухости, есть шелушение. Значит, вам лучше выбирать, девушки, неважно сколько вам лет, 20 или 120, текстуры, которые кремовые, тут уже лучше, чтобы это был тональный крем, и чтобы этот тональный крем был очень мягкий, эластичный. Эластичный – это когда вы его наносите, и он просто тает на коже и дает потрясающий эффект увлажнения, и настолько он выравнивает вот эту сухую кожу, что она у вас автоматически после нанесения становится идеально напитанной, гладкой, ровной, создает ощущение полного здоровья. И если у вас кожа сухая, то такие кремовые текстуры, насыщенные, питательные, они будут еще создавать вот этот визуальный эффект и тактильный, как будто бы она у вас налилась вот водой, то есть будет такое, как молодильное яблочко. Поэтому, когда вы идете в магазин, обращайте внимание на тональный крем, который будет с элементами, там может быть, с компонентами масла, который будет увлажняющий, который будет по текстуре, по текстуре – это когда вы его трогаете, как топленое, не топленое масло, а масло, которое растаяло, сливочное масло, которое растаяло. То есть он может быть достаточно густой в упаковке, но когда вы наносите, он становится, ну, очень хорошо растягивается. То есть такие средства, питательные, тональные, они очень быстро не впитываются. И благодаря этому как раз позволяют хорошо распределиться на этой сухой коже, потому что сухая кожа, она моментально все впитывает. Для примера, кстати, тоже очень часто спрашивают, как вы относите тональное средство, которое называется кушон. Кушон – это такой же тональный крем, который просто выглядит в упаковке, как пудреница, но при этом это тональный крем, просто у него другая упаковочка. Вот я хочу вам показать вот такой тональный крем – это кушон. То есть один вариант кушона – это вот так, когда, видите, тональный крем видно. Второй вариант кушона – тональный крем. Он, посмотрите, видите, здесь такая есть мембрана, через которую, когда нажимаешь на эту мембрану, выходит тональное средство, и вы уже спонжиком набираете и наносите. То есть у кого есть привычка наносить тональные средства в виде сухой пудры, а как раз девушки постарше, очень часто, еще по старинке, используют сухие текстуры, но при этом сухой текстурой не добиться на сухой коже вот этого эффекта омоложения. Вот такие средства не обязательно кушон. Это может быть тональный крем в тюбике, это может быть в бутылочке, в тюбике. Он просто именно по консистенции должен быть мягкий, как сливочное масло, которое подтаяло. Нанесение на сухую кожу принципиально важно. Вы должны, когда вы наносите, стараться не тереть. Вот здесь вот очень важный момент, что декоративной косметикой никогда не делается массаж. Нужно аккуратненько, раз, вот так вот приложить по всему лицу. Таким образом вы как будто бы вот эти чешуйки на лице приклеите, и у вас будет очень хороший результат. Открываем, открываем саму пудреницу. Потом вот таким вот образом набираем тональный крем и наносим на кожу. Посмотрите, какие движения, видите, аппликативные, сильно нажимать не надо. Таким образом приклеится все, что нам нужно, и будет отличный результат. При этом он увлажняет. Посмотрите, получается, какая красивая сияющая кожа. Вот такая рекомендация. Но хочу сказать, что вот эти вот кушоны, они есть для сухой кожи, также есть для комбинированной склонной к жирности. Если у вас кожа нормальная, вы счастливая женщина, вы можете выбирать ту текстуру, которая вам больше нравится. Потому что нормальная кожа, вы можете предпочитать, чтобы она была более матовая, поэтому это будет удобно, например, пудровые текстуры. Или у вас кожа нормальная, но вы хотите эффект свечения. Поэтому это будет удобнее, если вы будете использовать тональный крем, который будет увлажнять и давать еще эффект внутреннего свечения. Что касается компактных тональных средств, то достаточно распространенное, что они... Но это не закон такой, да? Это все-таки сейчас производители по-разному миксуют, поэтому очень сложно по упаковке определить. Вот, поэтому бывают вот эти кушоны, которые для комбинированной склонны к жирности кожи. Нанесение то же самое, но вот тут очень важно, чтобы был пудровый финиш. Что такое пудровый финиш? Это когда средство вы наносите, и оно превращается в пудру. Поэтому текстура может быть как крем, но при нанесении это будет пудра. Сразу же придаст матовость. Например, у вас кожа склонная к жирности, есть вот такое сияние, но оно не очень симпатичное, вас это раздражает. Пожалуйста, пудровая текстура. Посмотрите, насколько хорошо придает матовость. Может очень здорово скрыть поры. Но предупреждаю сразу. Первый эффект после нанесения такой пудры, он просто волшебный. И девушке, у кого есть особенность, что кожа сухая, вы можете таким образом, я бы сказала так, восхититься после первого нанесения, а потом через 10 минут у вас будет обратный эффект. Кожа, она вот так вот вся скукожится, и сухая текстура еще больше подчеркнет морщины. Поэтому, когда вы от тональных средств видите, что кожа стала хуже, это значит, вы переборщили с плотностью, и это значит, что вы выбрали средство, которое сухое, поэтому оно будет вот так вот усиливать морщины, и как будто бы еще сжимать, вот усыхать кожа будет. Поэтому девушкам, у кого комбинированная кожа, вам комфортнее будет, если у вас будет текстура легкая, которая не создает слой, и при этом при растушевке превращается в пудру. Или есть пудры, которые будут заменять тональный крем, это будет как сухой тональный крем. Такие пудры, они называются двойного действия. В чем эта особенность двойного действия пудры? Я уже рассказывала, но еще раз покажу. Вот пудра, например. Эта пудра у меня Estee Lauder, называется она Double Wear, и тут как раз написано на упаковке, что это два в одном. Что значит два в одном? Это пудра. У нее есть второе дно, и посмотрите, видите, там прозрачные такие дырочки. И вот здесь вот лежит пуховка. Эта пуховка отличается от пуховки, которая находится в обычной компактной пудре. Здесь эта пуховочка, она такая как тряпичная, а здесь это латексная губка. Если вот эту губку использовать сухим способом вы наносите, то вот эта пудра, она как обычная пудра, но отличается тем, что у нее очень хорошее покрытие. И эта пудра может выровнять любые нюансы вашего лица. Если вам нужно еще более плотное покрытие, то тогда вы вот этот спонж, который прилагается, намочите водой, немножко отжать его, и влажным спонжем, и наносите на лицо, и у вас получается еще более плотное покрытие. Таким образом создается эффект, как тональный крем и пудра вместе. Это получается шикарный ровный тон, сухая текстура при этом сохраняется, и для обладательной жирной кожи это будет очень комфортно. Поэтому вы удовлетворите вот свои потребности. Поэтому выбирая тональные средства, ориентируемся в первую очередь не на возраст, а именно на состояние кожи. А состояние кожи у нас еще может меняться в зависимости от времени года, в зависимости от того, где вы находитесь. Уехали на месяц из северного региона на юг. У вас может быть сейчас какой-то период, и вы принимаете какие-то лекарства, что тоже может спровоцировать изменение состояния кожи. Поэтому, девочки, тональный крем подбирается не один на всю жизнь, а его можно менять в зависимости от того, как меняется ваша кожа. Если вам было интересно и полезно это видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Обязательно посмотрите мое видео про финиш. Под этим видео я сделаю ссылку. И напишите, пожалуйста, тему, которую бы вы хотели бы, чтобы я осветила. Спасибо вам огромное за внимание. До новых встреч!